Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да я про футбольные ворота не хочу говорить Потому что я конкретно не видел, как они падают Понимаете? Поэтому даже эту тему можно оставить Про футбольные ворота Хер с ним Будем считать, что Мальцев Напиздел Вот Короче А, значит пишите вы, что я Мальцева насмотрелся Не, чуваки Извините, это не я Мальцева насмотрелся Это я Путина насмотрелся Путина я насмотрелся А потом я нашел Мальцева И когда я нашел Мальцева Вот тут я подумал Во! Вот чувак думает Ну почти как я И начал его смотреть Но я в предыдущих роликах говорил Что я с ним на 90% согласен Вот Может потому что я тупой грузчик Поэтому я и согласен Не знаю Вот Так вот, что я хотел сказать Почему я недоволен Нынешним президентом России Да Казалось бы Ну Должно быть мне похрену Да Живу себе в Швеции Из Швеции квакаю Как вы говорите Мне должно быть похрену Да Мне на самом деле Действительно похрену Понимаете Вы вот сейчас тролли мне напишут Я что же вещаю на русском Вообще Зачем мне нужно Вот Зачем мне нужно делать ролики На русском языке Я на русском Потому что умею разговаривать Несмотря на то что я австро-венгер Вот если бы я умел разговаривать На австро-венгерском Я бы не вещал на русском Серьезно Я бы вещал на австро-венгерском А я умею разговаривать Только на русском Мне хочется почесать языком своим Поквакать Понимаете Вот Поэтому я сижу и квакаю Что мне навеивает Ладно Итак Перейдем К товарищу Путину Вот У меня Есть шведские каналы по телевизору А есть один русский канал Вот Я его постоянно смотрю Потому что там показывают фильмы Которые еще При СССР смотрел Передачки интересные показывают Да Ну и потому что В основном Потому что они на русском языке Опять-таки Только поэтому Я в основном-то и смотрю Но я скажу честно Я устал Я устал смотреть на Рыла Путина Понимаете Я просто реально устал Я за это время Пока он был президентом И премьер-министром Изучил его Психотип От пяток до макушки Я вам скажу честно Когда я изучал Психотип Пушкина Психотип Путина Оговорился по Фрейду Мне этот психотип Очень не понравился Вот Глазки бегают Все движения Все его повадки Движения Как он разговаривает Какие выражения Он говорит Это не выражения Президента Понимаете Это не повадки президента Это повадки Знаете Ну Там я не знаю Максимум Директора средней школы Такого Директора плохиша Ну как можно сказать Президенту Типа Мы их и в сортире Замочим Вот такую вот фразу Например Ну что мне Землю из горшка есть Если вы мне не верите Да Вот Тоже его фраза известная Ну как Как Может президент Такое говорить Понимаете Я Я вот Тупой грузчик Я могу говорить вам Любую херню Я пока что Еще не президент Ну я конечно король Гисляндии Но Гисляндия Это страна Виртуальная Понимаете А Россия Страна реальная Так я бы вот Попросил Товарища Путина Разговаривать Нормально На публику Ну он там Много чего Отчебучивал За это время Да Ммм Вкусный суп Ммм Ну вот Много чего Отчебучивал Да Я вот только Одного не понимаю Неужели Мне придется Сдохнуть Да И когда я буду Подыхать Я буду Лежать в кровати И спрашивать Своих внуков Внучата Что там По телеку Говорят Путин Все еще Не ушел В отставку А внучата Говорят Неа Не ушел Я вот серьезно Говорю Неужели я доживу До этого времени Что он уйдет В отставку Я вот не думаю Что я доживу До этого времени У меня Какой чувство Не доживу Я еще раз говорю Неприлично Сидеть на посту Президента Столько Много лет Какой бы президент Не был Даже если бы он был Супер Пупер Это просто Неприлично Я думаю Если бы вы задали вопрос К умному еврею Виссерману Как он считает Прилично это или нет Я думаю Он бы тоже сказал Что это неприлично И он бы тоже сказал Что несмотря на то Что Путин такой умный Такой великий Такой рассекой Все равно Где-то в России Может быть человек Который лучше его И мог бы занять его место Вот так бы сказал Виссерман Но если уж не на камеру То один на один точно Поэтому я считаю Что Он уже давным-давно Засиделся Вот А когда еще в прошлый раз Он засиделся Он поставил Медведя На пост президента Ну вы же видели Как медведь Справлялся со своими Обязанностями Очень хорошо Правильно? Ну хорошо же справлялся Ну не хуже же Путин И справлялся Правильно? Правильно Вот вам первое доказательство Что если Путин Удет подставку А на его место Придет другой президент Ничего страшного Не случится Читаю ваши мысли Сейчас вы скажете Что когда президентом Был Медведев То все равно Путин руководил Страной Скажете же правильно Если уже не написали В комментах Это Как же так получается Тогда Медведев президента Страной Руководит Путин Что не по понятиям Из этого У меня есть Несколько версий Если Медведев Был президентом А руководил Путин То получается Медведев Вот Позвонили опять То получается Медведев Был незаконно Президентом Раз им Путин Руководил А если он был Законно Президентом Да Если Путин Скажем Допустим Не руководил Получается Что Не только Путин Можно страной руководить Но и Медведев И Мальцев Между прочим Вот Когда я смотрю На Мальцева Я понимаю Что Мальцев Тоже перегибает Палку Но когда я смотрю На Мальцева И смотрю На Путина На этих двух людей Вот я вижу Психотип Путина И психотип Мальцева Да И вот Если бы Мальцев Был президентом Я считаю Было бы лучше У Мальцева Абсолютно Нормальное мышление Абсолютно Нормальный психотип Это сейчас Пока он Блогер Может Примерно на камеру Переигрывает Но когда он будет Президентом Вернее Конечно он Никогда им не будет Но если бы он был Президентом Мальцев Я не думаю Чтобы он на публику Говорил такие выражения Как Замочим в сортире Есть землю из горшка А я не думаю Вот Ну Это мое мнение Как я уже раньше говорил Мнение тупого грузчика Кстати моя мама Она тоже живет в Швеции Я ватю ее тоже спросил Как она относится К Путину Она сказала Сережа Я даже русское телевидение Я от него уже отписалась Не могу смотреть На товарища Путина Потому что уже реально Достал Короче у меня такое чувство было Что Путин это ее Член семьи Короче Вот она включает русское телевидение А там Путин Она включает А там Путин Она же залюбила его снова Вот Она залюбила его Когда он Крым взял Вот Ничего-ничего Посмотрим Куда же будут развиваться События В Крыму И на Украине Еще рано Пить боржоми Давайте В Крыму